Продолжение следует... Выкройте, чтобы он спокойный был. Надо постелить какую-нибудь салфеточку чистенькую, чтобы потом она уже нигде не использовалась, потому что она в таком танеце будет участвовать. Если что-то вдруг не так, лучше сжечь потом это все. Сжечь или... Ну, лучше сжечь. В крайнем случае закопать землю, чтобы не осквернили, чтобы ни в туалет никуда не выкинули, ничего. Значит что? Все. Берем, стелим эту салфеточку какую-то чистенькую. Берем Евангелие, если у нас есть Евангелие. Ну, должен быть. На него тоже какой-нибудь платочек, да хоть на собой платочек, не важно, чтобы он был чистенький, чтобы потом он уже нигде не использовался. Кладем, значит, на Евангелие вот этот платочек. И дальше, ну тут у меня вот есть чаша такая, а на самом деле это может быть и не чаша, а может быть стопочка какая-то, ну не стопочка, рюмочка там какая-то красивая, да? Бокальчик, фужерчик какой-то. Ставим это все. Ну, предварительно, конечно, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Господи, Иисус, Господи, Боже, благослови нас, принять участие. В таких условиях домашних ты видишь, это не по нашей нерадивости, а по ситуации, какая сложилась. Ты же все видишь, ты же, простыми словами, не фарисей, он все прекрасно видит и понимает, что мы это делаем по необходимости. Значит, исповедались, я там говорю в проповеди, когда подошли в уголочек перед иконками там где-то. Если нет даже такой возможности, значит, просто про себя сказали, Господи, вот, просит Христа ради, я то-то, 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 вот такое пододел, я там говорю это все. Значит, исповедались. Прочитали правила, опять же говорю, если есть возможность, все правила прочитайте с канонами и акафистами, и плюс правила к причастию. Нет такой возможности, значит, просто правила к причастию. Нет такой возможности, значит, хотя бы вот самые основные молитвы, как Мария Египетская, Отче наш и веру читала. Нет такой возможности, значит, там, Отче наш, нет такой возможности. Значит, самое простое про себя сказать, Господь, во имя Отца и Сына и Сына, Господь, причасти меня грешную работу или грешную работу. Значит, взяли какой-то, не важно, что это будет. Может так случиться, что и никакой чаши, никакого Евангелия, ничего, не будет возможности. Значит, просто я говорю, хоть крошечку, хоть какую-то кору там с дерева, хоть листик какой-то положили, Господи, ты видишь, вот, ну, другого ничего у меня нет перед собой. Причасти уж меня во имя Отца и Сына и Сына и Сына Духа. Прости, помоги и причасти. Дай мне силой разума творить и волю твою святую. Освяти меня, Господи, церковь свою. Вот это вот. Освяти меня, Господи, церковь свою. Все равно я твоя, все равно моя душа твоя, как невеста твоя церковь. Освяти ее. И все, и причащайтесь. Ну, а будет, возможно, значит, вот салфеточку Евангелия, на Евангелие тоже какую-то салфеточку поставили, эту, ну, рюмочку там или бокальчик какой-то у вас есть. Значит, что еще нам тут надо? Вот, ну, у кого-то, может быть, вообще будут святые дары, да, там батюшка им оставит. Тогда берете святые дары, значит, берете лжицу тоже, какую-то ложечку одну, чайную обычную ложечку, неважно, главное, чтобы она потом уже нигде не использовалась. Перекрестили, святой водой ее побрызгали, ну, нет, святой воды просто перекрестили. Отсвечается ложка себя во имя, лжица себя во имя Отца и Сына, Сына, Света, Господи, ты же видишь, другого нет. То есть берете отсюда там святую дару, кладете сюда в эту, значит, в чашку, чашу, наливаете туда, святой водички можно налить немножко, если есть. Можно добавить еще вина туда тоже, ну, как обычно, перед причастием. Если нет вина, нет святой водички, да просто во имя Отца и Сына, Света, Господи, освети воду себе во имя Отца и Сына, Света, Духа и капельку налейте туда. Все Бог примет по ситуации. Есть возможность, значит, сделайте более полно. Нет, как уж есть. Все, положили туда, значит, эти, ну, частичку, хоть крошку, неважно. Нет святых даров, значит, может быть, просворки есть. От просворки частичку положили. Также залили вином водой. Нет вина воды, даже и чаши может не быть, значит, просто на ладошку положили крошку, положили листик, положили там травинку, все. И освети мне, Господи, церковь свою, то, что я вам говорю, по возможности, простыми своими словами. И причащайтесь. А потом также благодарственные после этого взяли там, или, а может быть, еще кто-то пришел так же, встали, плату возьмите, чтобы не пролить, не дай Бог, кто-то там подержит, ну, как обычно на причастии. И также можно причастить. Лучше, когда это мужчины делают. Но нет мужчин, значит, ну и женщины будут делать. Потому что такое время пришло. Что теперь? Господь примет. Причастились так же, потом прочитали, опять же, эти благодарственные молитвы. Есть возможность прочитать, нет возможности, просто Господи, спаси, Господи, спаси, благослови, Господи, меня грешно, еще раз, что вся моя благодарность сердечно за то, что сподобило меня причастить, святых твоих тайн. Уж как получилось, прости, если можешь, ты же все видишь, что я не по нерадивости так вот, можно сказать, комканно причащаюсь, ну, по необходимости. И все Господь примет. Точно так же причащались, как я уже говорил, первые христиане, которые собирались там на могилках, в катакомбах. То же самое было, так же просто. Вот, специально вот вам рассказываю, чтобы вы, еще раз, главное в чем, не переживали, ничего страшного не произошло. Ну, так, так, так Богу угодно сегодня. Значит, слава Богу за все, не нашего мы дела. Субтитры сделал DimaTorzok